друзья всем привет с вами я александр и сегодня ко мне приехала посылочка с новыми смарт-часами от бренда маймо и точно могу сказать что таких смарт-часов еще на канале не было очень интересный продукт я посмотрел его спецификации 70 мая надпись но вы наверное все знаете что 70 мая делает в основном регистраторы а вот суббренд маймо выпускает смарт-часы слово сказать одни смарт-часы уже были на канале от бренда моему они были очень хорошо собраны имели хороший экран но не отличались высокой скоростью работы я думаю что здесь у нас будет все поинтереснее в принципе вот уже по коробочке понятно что это что-то прям таки вот интересненькое у нас да давайте смотреть 1 и 3 color display 24 blood oxygen и heart rate это понятно датчик сердцебиение 5 атмосфер 110 упражнений 10 дней жизни батарейки немного 100 плюс watch face of и самое главное друзья здесь есть gps наконец-то 300 миллиампер батарея bluetooth версии давайте смотреть сейчас как всегда мы на них смотрим и я удаляюсь на тестирование дабы с ними познакомиться ох ни фига себе посмотрите-ка друзья вот это да еще в таком прикольном дизайне вернее цвете и дизайн я честно говоря прям таки прям таки заинтригован осталось как не работают так что здесь у нас зарядка тоже что-то необычное а ну да вот такие вот базы как типа у последних не бендов 6 7 до пошли вот такие базы уже и здесь что у нас и здесь у нас инструкция вот такая вот толстенькая и тут я вижу даже русский язык да есть русский язык прекрасно прекрасно молодцы моему радуете так смотрим сами часы действительно интересное что-то ну-ка и пленочку об ох смотрите какой бизи летчик здесь у нас разграничение есть но экран правда не навсю да вот это вот черная рамка получается у нас много включится кнопочка одна я думаю хочет подключение первого нет чё-то прожужжал вроде да моему появилась надпись давайте смотрим пока ремешок а какое интересное крепление да я там где-то читал на сайте что это сделал для того чтобы лучше прилегала к руке то есть не по краям вынесена вот так вот ну-ка ну-ка здесь у нас датчики контактная база смотрите как у нас об а и держит супер надежно вообще смотрите от рису не падает нифига прикольно вот это тоже какой-то крутой материал потом я поподробнее все изучу это металлическая часть фронтальная и из очень классного материала вот этот вот ремешок приятный так уже сразу вижу русский язык подтверждение но и как всегда отсканируйте qr-код давайте я их примерю должен прямо сейчас примерить так ремешок такой достаточно широкий вот и оп сушки ну класс вот так вот смотрятся все ухожу на тесты на изучение и потом вам во второй части все расскажу про эти часы ну что ж друзья пообщался я с этими замечательными часами 10 дней и теперь готов вам о них рассказывать для начала давайте посмотрим что нам обещает производитель на сайте и так моему р кстати для вас наверное не секрет что компания 70 мая которая выпускает эти часы под брендом моему является дочерней компании сяоми в свою очередь основные моменты отделка из нержавеющей стали эргономичный дизайн помощник на основе искусственного интеллекта мэйдэй именующийся 100 циферблатов 12 плюс не автономной работы 116 режимов фитнеса мониторинг уровня кислорода на женском здоровье естественно сердцебиение а также управление приложениями и синхронизация календаря премиальный внешний вид вот эта вот штука сделана то есть безель визы нержавеющей стали по утверждению производителя корпус задней крышки сделан из полиамида 60 процентным добавлением стекловолокна и пластик на биологической основе имеет улучшенные износостойкие функции и гипоаллергенные рассчитаны на длительный срок службы модный лук отлично выглядит на руке подойдет как парням так и девушкам вариантов расцветки куча самих часов три варианта черный такой вот синий как у меня и светлый вариант расцвета ремешков аж целых шесть штук очень удобная действительно удобное крепление ремешка вот так вот расположена эргономика замечательная вот такой посадки циферблатов огромное количество встроенных и также можно создать свой собственный циферблат из своих фотографий 116 фитнес режимов 5 атмосфер водонепроницаемость 12 дней автономной работы нам обещают но для версии с gps при обычном использовании 11 при интенсивном 6 тот самый помощник на основе искусственного интеллекта как он работает я вам расскажу позже когда будем говорить о приложении кастомизации виджетов на экране контроль за здоровьем оценка качества сна уровень кислорода женского здоровья мониторок сердечного ритма есть также измерение уровня стресса прикольная напоминалка о том сколько нужно пить воды исходя из веса управление камерой музыкой и поиск телефонных часов еще раз цвета возможные сочетания ремешка из моих самих часов но и характеристики в частности хочу сделать замечание по экрану здесь нас написано 13 тфт лсд тачскрин 360 на 360 точек не забывайте друзья что тфт это общее название всех тонкопленочных дисплеев и это не то же самое что тн здесь экран установлен с матрицей IPS то есть под любым углом его видно отлично из интересного здесь еще батарея у нас 280 мм час ну и глобальный позиционерный gps глонас байду галилео к юзет сс то есть все системы у нас доступны спутниковые переходим к самим часам эргономика у часов замечательная очень удобно они сидят на руке ремешок также мягкий ширина его прям таки оптимально единственной проблемы я могу считать нажатие вот этой вот кнопки при повороте запястья точнее отклонение вот так вот руки но это особенно столько тех людей коснется кто носят часы вот здесь вот близко к кисти вообще положено часы носить вот так вот даже там где-то в инструкции написано то есть после вот этой косточки запястные учитывайте это если у вас стиль ношения как у меня например стекло олеофобное покрытие имеет правда не указано какого производителя она но тем не менее олеофобка есть и вполне приличного качества единственный вопрос у меня еще возник вот этому элементу непосредственно к самой застежки на она также выполнена из вот такого вот пластика не металлическая и поэтому сколько она прослужит ну я вообще думаю что достаточно долго должна прослужить поскольку пластик заявлен прочный а то что она не металлическая может даже это и плюс потому что например у некоторых людей включаем мою супругу аллергии на всяческие неблагородные металлы которые вот здесь вот у нас присутствует обычно на застежках ну в любом случае такой ремешок можно купить без проблем если даже не прямо моему то здесь у нас быстросъемы и можно взять и купить любой ремешок переходим к функционалу часов сверху свайп у нас вызывает различные уведомления причем обратите внимание хороший шрифт прекрасно все отображается и проблем никаких если вот так вот свайпнуть то уведомление у нас сразу пропадает если хотите его сохранить это воспользуйтесь кнопкой тогда уведомления остаются свайп снизу вызывает у нас вот такое вот быстрое меню так сказать меню быстрого доступа кстати сразу я включу вот эту функцию которая не выключает экран если вам это нужно регулировка яркости надо сказать что ее здесь более чем достаточно и вот на таком значении использовать на ярком солнце уже вполне можно еще есть одно так сказать деление на запас в помещении это раз-два вот так вот 40 процентов и прекрасно и видно 60 уже в общем-то даже иногда бьет в глаза в темном помещении но поскольку здесь сейчас ярко я прибавил яркость это ночной режим когда выключаются уведомления чтобы вас не беспокоить ночью это у нас режим фонарика также есть сос здесь будильник можно добавить будильники любые так скажем повторы выбрать этих будильников то есть полный функционал прям самих часов по будильникам есть а то что здесь значится 747 это у меня как раз указан диапазон когда 23 до 747 не получать уведомления и в 747 соответственно часы вас будут будить раз вы выбрали такое время как говорится будьте любезны подняться ну и настройки циферблаты различные watch face они меняются естественно еще и по нажатию вот такому сразу скажу что циферблаты встроенные некоторые имеют возможность смены стиля вот обратите внимание можно поменять цвет да а некоторые имеют даже возможность смены элементов на экране если вот сюда нажать на шестереночку то можно выбрать собственно что отображать вот у нас шаги hard trade в этой дата калории но это только те варианты которые встроены вот как здесь надпись виджес есть то есть который встроенный который watch face и сторонние там такой возможности по моему нету есть вот такие интересные watch face и которые меняют свой фон в зависимости от времени суток и то есть если будет вечер здесь будет по-моему темный фон значит настройках у нас еще экран яркость время ожидания экрана и вот приятные функции экран выключается по закрытию рукой вот так на на запястье быть и просыпается по двойному тапу приятные функции которые в общем-то на более дорогих часах присутствует обычно это срабатывание по акселерометру включение экрана и экран приложения то есть основной список списком или таблицей как на apple watch отображать свайп влево от главного экрана у нас вот такой вот виджет присутствует он кстати настраиваемый еще раз если свайкнуть здесь тоже настраиваемое поле здесь у меня стоят синхронизации с календарем здесь у нас здоровье сводка и сводка упражнений вот здесь на этом виджете вот эти все иконки можно поменять тут как видите у нас сердцебиение управление фотографии сон вот так вот частности отображается ну и все приложения здесь вот по этой иконке вызываются список общей активности чистота сердечных сокращений записи активности то есть тренировок которые у вас были отображаются они кстати вот таким вот образом пройденные шаги вся информация потраченных калориях и т.д. тренировки список все это редактируется из самого приложения и кстати вот хочу вам показать сразу как выглядит например ходьба вот мы включаем и видите вот здесь у нас надпись gps как только спутники зацепиться кнопочка становится зеленой и сагу и на соответственно нажимаете и у вас уже идет трекинг вашей тренировки так называем стресс замер уровень стресса очевидно по сердцебиению кислорода замер тренировка дыхания я называю эту функцию шутя бобер выдыхай женское здоровье активировать если в приложении тут же погода у нас синхронизируется через приложение управление музыкой присутствует водяные часы прикольная функция исходя от своего веса выставляете настройки целевой объем воды да вот вес выставляете и она вам говорит сколько вам воды пить и когда вам об этом напоминать прикольно возникает индикация такая плюс один стаканчик если ставите галочку типа выпили если нет то соответственно не считает что вы их выпили эту часть воды будильник секундомер также есть таймер управление камерой поиск телефона фонарик я уже показал график это как раз те самые синхронизации событий с календарем но и настройки в зиферблат яркость посмотрели мощность вибрации высокий умеренный низкий честно говоря вибрации здесь средняя по качеству ее скорее слышишь чем ощущаешь режим не беспокоит тот самый включается графики умный режим когда идет анализирование того когда выложите спать он сам уже включает то есть есть тут искусственный интеллектоподобие значит заряд батареи есть режим энергосбережения в настройке тренировок автоматически определять бег ходьбу система выключения перезапуск сброс и подробнее о часах и последняя функция свайп вот сюда получается вправо здесь у нас тот самый заявленный помощник с искусственным интеллектом видите смешно и тут моргает анимация это короче говоря то что вы чаще всего запускаете он анализирует и сюда вам эти функции все вот так вот в виде списка выдает переходим приложению именуется на моему fit фирменная именно от разработчика этого не универсальная и хочу сразу озвучить один момент который у меня произошел при первом подключении этих часов учетные записи у меня уже имелось для входа вот свой профиль поскольку другой модель моему я тестировал как-то ранее здесь вы бы подсказочек кому интересно и я никак не мог друзья мои попасть в непосредственное приложение то есть у меня пароль не принимался говорил что какая-то ошибка и методом так сказать научного тыка я выяснил что регион отличный от россии если поставить то тогда положение можно войти как видите у меня стоит греция если например я сейчас здесь попытаюсь сменить на россии меня есть положение также вышибет и пускать уже не будет это вот такой вот минус при подключении к этому приложению случился а плюс что я когда подключился все-таки сразу пришло обновление на часы но все-таки радует что производитель софтом работает значит главная страница нас выглядит следующим образом здесь у нас сводка за неделю месяц год о вашей активности тренировки сразу покажу вам как выглядят вот собственно запись тренировки и как видите здесь присутствует трекинг того значит пути по которому я перемещался он собственно я начал отслеживать перешел дорогу да и вернулся вот точка завершения тренировки сама тренировка отображается достаточно подробно есть даже длина шага средний темп сердцебиение естественно минимальная максимальная нагрузки различные шаги в общем считать довольно неплохо вот у меня супруга часики носил какое-то время 6 километров тут они гуляли с дочкой в общем отлично все gps работает трекинг фиксирует дальше у нас пульс естественно стресса уровень сон меряет очень хорошо вот все фазы причем не так как дешевые часы когда вот вы только легли он сразу начать все типа вы сразу уснули нет именно я засекал что вот между моментом когда я лег да и когда он начал считать на утро смотрю разница есть то есть он когда вы окончательно успокоились там дыхание вырумливался он начинает считать ваш сон быстрый глубокий поверхностные в общем расшифровка вся есть все как надо дальше сп2 кислород считает уровень замера но к сожалению сравнить мне не с чем нет у меня обычного пульс оксиметром пульс мерить также неплохо расхождение стонометром довольно небольшие максимум 12 удара то и точно показывает шаги мерить хорошо с дешевыми часами я ходил как-то целый день и вот это вот общая беготня да там включая короткие перемещения по квартире разница у меня доходило почти до двух раз то есть на дешевых часах у меня там уже восемь тысяч шагов а на этих там 4 204 300 было то есть здесь замеры в общем-то достаточно точные можно я думаю верить этому также все здесь можно отредактировать например вот мне не нужен скажем женский цикл его я могу отсюда убрать и у меня здесь в этой карте не будет его далее само устройство моему watch и начнем с watch фейсов это вот то что у нас по умолчанию присутствует а это то что мы подгружаем подгружить можно штук десять там зависит от веса этих watch фейсов и количество их здесь ну просто огромная вы думаете вот это вот все нет каждый здесь еще открывается стимпанк идем по одной розочкой идет искусство где-то больше где-то меньше вот такие вот смешные прикольные есть каждый естественно можно посмотреть перед загрузкой здесь вот вес у нас указан в мегабайтах и в общем я думаю что на любой вкус совершенно вы тут сможете подобрать все вот это вот открывается и ну великое множество общем watch фейсов плюс если вас не устраивает вы можете сделать свои причем не просто поменяв фотографию а еще и выбрав расположение часов вот такой вот стиль можно выбрать и еще какой-то художественный можно загрузить картинки так я поставил на устройство и у меня вот свою собственную применяем и вот так вот выглядит фотография сделанная на смартфоне как видите очень даже симпатично этому крайне по что не он достаточно хорошее разрешение в общем кастомизация услышать фейсами проблем никаких нету дальше индивидуализация быстрый виджет это то что мы видели как раз при прокрутке вправо можно отредактировать вот эти вот все значки например вот я беру выделяю вот так вот да и ставлю сюда дыхание ведь у меня есть появляется дыхание и в том списке тоже у нас будет дыхание здесь у нас на различные тоже можно выбрать варианты скажем поставим музыку вместо погоды здоровья тоже сводку можно некоторого поставить здесь нет сердцебиение и шаги выбраны можно там скажем сколько воды выпито поменять да и нижний тоже отдельно можно динамику калорий поставить например вот так вот чем как вам угодно можно все это кастомизировать но и последний это список приложений которые у вас высвечиваются там сбоку в виджете тоже можно поменять беговая дорожка бег на улице далее мониторинг здоровья частота сердечных сокращений на это измерение постоянные выдавать нами в напоминание о прогулке это когда то есть вам нужно встать и размяться настройка с по 2 мониторинга постоянного напоминание намеченной цели количество шагов и режим сна как раз задать время с которого пока который вас не будет беспокоить часы а в нет точнее даже не так он в 23 часа он говорит вам пора спать напоминает этот помощник а в 747 включает будильник я уже вам показывал уведомление здесь полный порядок приходят совершенно от всех приложений и выбрать можно тоже индивидуально на каждое приложение настройки приложения эта погода синхронизация расписаний это заметки с вашим аккаунтом и настройка фото причем здесь настройка фото полнофункциональная так сказать то есть родная камера управляется как будто вы из дистанционного bluetooth пульта нажимаете здесь видите вот 70 май устройство подключен как устройство ввода то есть это bluetooth кнопка полноценную управляющая родным приложением камеры дальше поиск устройства вот он включился не беспокойся дружочек руководство пользователя на английском языке дополнительные настройки здесь есть проверка обновлений непосредственно самих часов об устройстве информация с часами все профиль целевые параметры единицы измерения личная информация доступ третьих программ сторонний вход отчет и настройки приложения кстати вот тут как раз регион находится проверка обновлений самой программы здесь же находится ну и чешские политики условия конфиденциальности ну вот в общем то и все с приложением и что друзья по часам в целом ах да я не сказал вам самое главное проверка автономности и вот тут я считаю что это первый минус часов работают они не очень долго хотя 10 дней в принципе нормальное значение у меня получилось как вы видели я довольно много использовал gps у меня получилось 8 дней но по моему все таки у меня было не сто процентов а по моему 97 поэтому я думаю что среднее значение этих часов автономности можно как раз считать 10 дней но естественно если вы будете постоянно и много использовать gps время сократиться минимальное значение там по моему значится 6 дней я уже вам даже показывал сам производитель это заявляет вторым минусом я считаю это небольшая все-таки задумчивость часов вот здесь вот нормально сейчас вот нормально иногда вот эта шторка задумывается задумываются смены watch face of примеру видите здесь немножко подтормаживания а если я сейчас выберу раз надо подождать и только тогда он применяется но я надеюсь что производитель над этим поработает и следующих прошивках эта проблема будет нивелирована ну и последним минусом я считаю слабоватая вибра все таки вибра должно ощущаться а не слышится хотя тут есть его значит регулировка мощности но тем не менее все-таки его больше слышишь чем ощущаешь ну и по плюсам это отличное качество сборки материалов и очень хорошая эргономика самого устройства второй плюс на мой взгляд отличный экран айпи с с нормальными углами обзора с хорошей яркостью на солнце 3 плюс это богатый функционал самих часов в общем то в этом ценовом диапазоне это очень даже неплохие возможности наличие виджетов которые можно настраивать и наконец gps трекинга следующий 4 плюс это адекватная работа все-таки тем не менее никаких глюков особенных я не заметил кроме легких подтормаживаний а также нормальное приложение и отличная кастомизация часов ну и последний плюс этих часов я считаю это их цена друзья версия без gps на распродаже будет стоить тридцать девять девяносто девять это примерно 2600 рублей а версия с gps будет стоить сорок девять девять это примерно 3200 рублей распродажа начнется с 27 июня будет вам 4 дня эти вот я снимаю накануне 16 часов осталось в общем то я считаю что за эти деньги это очень хорошее предложение да конечно есть некоторые минусы этих часов но с ними за такие деньги можно вполне имеется учитывая то какой у этих часов функционал качество изготовления но и большому счету плюсов у них гораздо больше чем минусов а на сегодня друзья у меня все спасибо всем за просмотр подписывайтесь на канал ставьте лайки оставляйте комментарии подписывайтесь на все мои ресурсы в соцсетях всем мира добра до новых встреч пока